В руках этой хрупкой девушки простые овощи и фрукты становятся настоящими кулинарными шедеврами. Ее мастерству и умению могут позавидовать даже самые опытные мастера. Вот уже несколько лет Татьяна занимается карвингом. Это совсем непростое и очень кропотливое искусство. Именно карвинг придает оригинальный столу, восхищает гостей, создает атмосферу праздника и хорошего настроения. Идея карвинга пришла ко мне уже достаточно давно, более трех лет назад. В первый раз увидела вот такие красивые арбузы и сама захотела научиться такому искусству. Училась я сначала самостоятельно, по видеоурокам. Что-то получалось, что-то не совсем сразу, что-то приходило потом уже. Ездила на курсы в Днепропетровскую школу карвинга. Ну, уже принимала участие в нескольких чемпионатах по карвингу. За пять часов кропотливого труда у Татьяны получилось создать из арбуза шикарную розу, да еще и с логотипом нашего телеканала. А вот на фруктовые букеты, по словам мастера, уходит меньше времени. Из того, что растет на грядке и лежит на полках в продуктовых магазинах, мастерица умеет создавать неповторимые композиции. Чтобы создать композицию, изначально мы должны представлять, что мы хотим. Если это арбуз, то нужно его выбрать сначала по форме, по расцветке самой кожуры, по спелости. Если же это какая-то овощная композиция, то морковь должна быть гладкой, ровной. Овощи и фрукты должны быть в меру зрелые. Перед тем, как создавать композицию, нужно овощи вымыть, чтобы они были чистые, очистить по надобности и приступать к делу. Сейчас ей под силу узоры любой сложности, а вот для работы девушке требуется огромное количество специальных ножей. Если вы желаете добавить изюминку праздничному столу, покорить гостей, создать атмосферу изысканности, вам необходимо овладеть несколькими приемами, которые дадут возможность каждой хозяйке создать свой домашний шедевр. Мастер-класс от Татьяны раскрыл маленькие секреты ее мастерства. Сейчас хочу показать, как из обычных овощей и фруктов в домашних условиях мы можем сделать минимальное украшение стола. Для этого берем апельсин, сначала разрезаем напополам и берем дольку. Вот такая она только есть, да? А теперь подрезаем кожу параллельно, чтобы не было лишних надрезов. Я беру тайский нож. Правильно его держать, как карандаш. Вот, и такими движениями мы вырезаем серединку. Вот, как мы видим, легко можно сделать оригинальное и красивое украшение на наш стол. Из огурца можно сделать много чего, и цветы, и листья. Я предлагаю сделать листочек, это более простая фигурка. Для этого мы берем огурец, такой правильной формы нам нужен, и нужна шкурка, кожура, чтобы была гладкая. И разрезаем напополам огурец. И делим его на такие две равные части. Для листика нам нужна одна такая часть огурца. Вот, для этого немножко можно закруглить. Все-таки в природе листики все разные, листочки, да? И вырезаем немножко серединки. Делаем сердцевину. Ее нужно делать изогнутой. А теперь мы будем вырезать вот такие фигурные части листика. Вот такие сделали надрезы. И теперь, чтобы листочек у нас стал до конца фигурным, вот делаем такие сиксаки. Подчеркиваем этот рисунок. Вот из огурчика получился такой прекрасный листик, который может стать украшением любого стола. На достигнутых успехах Таня не собирается останавливаться, ведь нет предела совершенствованию навыков. И сейчас девушка готовится к чемпионату Европы. У меня планы грандиозные. Хочу участвовать в конкурсах, занимать призовые места. И обучаю людей индивидуальными занятиями и детей. Сейчас готовлюсь к чемпионату Европы в Москве, будет в октябре, да. Так что работа кипит. Карвингу при желании может научиться каждый. И тогда ваш праздник станет неповторимым и оригинальным. Ведь все, что сделано своими руками, сделано от души и ценится гораздо больше.